Как в Писании написано, что однажды Христос вошел в дом, и было так тесно, что даже люди не могли пройти уже, да? И там была одна проблема, надо было решить, чтобы больной человек был здоров, его надо было опустить туда, на середину, где был Иисус. И вы знаете, несмотря ни на что, эти люди, они достигли своей цели. Слава Господу! Потому что Бог видит сердце человека, ищущее, жаждущее, и неважно, где ты сидишь там, на первом месте, там вдали, или может быть там уже в фойете сновато становится, но Христос видит твое сердце, желает благословить тебя, желает послать это исцеление, этот дар вечной жизни, чтобы ты мог торжествовать и радоваться в этой благодати, которую источником является сам Сын Божий. Слава Господу! И сегодня мы были там с братьями. Заходит один брат, другой ему говорит, видя его выражение лица, говорит, Христос ведь воскрес. Другой поправляет, что воскрес, несмотря ни на что. Слава Господу! Друзья, и хотя были обстоятельства очень неблагоприятные, стража стояла, значит, камнем завалили, печатью запечатали, до этого еще убили, вот. И вроде как, ну, уже сделали все для того, чтобы действительно Христос умер. И не понимали, что сделали все по Писанию. Он действительно должен был умереть. Слава Господу! Но дальше никто вообще и даже не понимал. И когда двое шли в Имаус и говорили между собой, а мы-то думали... Друзья, чьи мысли они выражали? Мы думали. Кто думал? Ученики Иисуса Христа. Они думали, что это Тот, Который избавит Израиля. И сегодня многие ученики Иисуса Христа тоже, может быть, думают, а мы-то думали, мы будем на высоте, а у нас скорби, проблемы, трудности, нас гонят, поносят, там то, другое, а мы-то думали, Бог нам поможет, мы будем выше этих стоять грешников, да? Мы-то, может быть, так думали. А Христос говорит им, так так и надлежало Христу войти в славу. Слава Господу! Через скорби, страдания, через служение ближним, через то, что даже его смерти подвергли. И вот через это, через претерпение этого, то, что он не ожесточился на этих людей, он их до конца любил, отец воскрешает его. Слава Господу, друзья! Поэтому такую же заповедь сегодня имеем мы с вами. Мы имеем власть отдать свою жизнь, и Бог силен нам ее вернуть. Если мы отдали ее на служение Господу, то мы воскреснем подобно нашему Господу Иисусу Христу. Поэтому да благословит Господь, чтобы мы с вами не думали, как те ученики, а мы-то думали было. А чтобы мы действительно понимали, что так надлежит и нам пройти, войти в славу Божию этим узким, тернистым путем, которым прошел наш Господь Иисус Христос. И Он может каждому на этом пути подсказать, помочь, утешить и благословить. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Продолжение следует...